Тенерифе. Чем уникален этот остров? Как человек, который с 2009 года организовывает отдых тысячам туристов в разных уголках мира, сообщу, что это, пожалуй, единственное место, где вы в зимний сезон можете наслаждаться пляжным отдыхом и при этом оставаться в Европе. Вы, конечно же, можете вспомнить еще португальскую Мадейру. Я с вами частично соглашусь, потому что Мадейра будет немного прохладнее. Кстати, видео про этот остров также есть у меня на канале, можете посмотреть. Но самое важное, это уникальный и с той любимой мною климат на Тенерифе. Дело в том, что на острове круглый год почти одинаково комфортное, подчеркну слово комфортная погода, круглый год. Летом температура не превышает 28 градусов, а зимой почти не опускается ниже 20. Это происходит благодаря удачному географическому положению Канарских островов. Зимой теплые морские течения и жаркие ветра, дующие с Африки, согревают воздух, а летом прохладные посады препятствуют засушливой жаре. При этом Тенерифе находится на той же географической широте, что и египетский Шарм-эль-Шейх. Итак, друзья, имея на руках шенген-визу, я со своей семьей решил полететь на Тенерифе, а заодно снять для вас полезное видео, чтобы рассказать вам, как незабываемо отдохнуть на этом Канарском острове. Какие здесь регионы, чем они между собой отличаются, какие на Тенерифе бывают пляжи, что обязательно стоит посетить, чтобы ахнуть, охнуть и насобирать много лайков в инстаграм. В общем, обещаю, что будет красиво, полезно, интересно. Располагайся перед экраном поудобнее и полетели со мной на Канары. Тенерифе самый крупный и самый посещаемый остров из семи Канарских островов. Тем не менее, его размер не так уж и велик. Грубо говоря, 40 на 50 километров. Но при этом здесь проживает чуть меньше одного миллиона человек. А остров до ковидные времена принимал более 5 миллионов туристов в год. Как я уже говорил, разные части острова различаются по климату. И вам, как туристам, будет важно знать климатические различия, прежде всего между севером и югом, чтобы правильно выбрать расположение отеля на Тенерифе. Горный массив делит остров на южный Тенерифе и северный. Это определяет климатические условия в указанных регионах. Также горы останавливают облака и способствуют оседанию влаги на земле. Именно поэтому север острова более влажный, покрыт богатой и буйной растительностью и характеризуется слегка прохладными ночами именно в зимний период. В этой части острова выпадает примерно 73% суммарного количества осадков, что очень благоприятно воспринимается субтропическими растениями. Также в зимний период здесь часто бывает пасмурно и, как следствие, температура на несколько градусов ниже, чем на юге. Напротив юг Тенерифы солнечный и более сухой. Здесь не только сезонные, но и суточные температурные перепады минимальны. Горы просто не пропускают, сюда холодный воздух с севера. Осадки фиксируются всего лишь несколько раз в год. На юге практически всегда царит теплая погода, но при этом нет изнуряющей жары, климат мягкий и приятный. Южные пляжи залиты солнцем и привлекают туристов со всех уголков земли круглый год. Также вследствие особенностей климата растительность южной части острова сильно уступает северу. Температура воды у побережья также незначительно теплее на юге. Таким образом, друзья, если вы отправляетесь на Тенерифе в зимний период с ноября по апрель с целью пляжного отдыха, однозначно выбирайте отели на юге. Также важным моментом является то, что у северного побережья часто бывают высокие волны, которые не позволят вам в эти дни купаться, так как это будет опасно и пляжи будут закрыты. На первый взгляд может показаться, что однозначно нужно выбирать отель для отдыха на юге. Но мне как раз все-таки больше нравится север. Почему, спросите вы. Чтобы объяснить свою позицию, давайте перейдем к городам Тенерифе. Сразу должен сказать, что до развития туризма на Канарских островах в 60-е годы местное население предпочитало жить в плодородной северной части острова. И как следствие, здесь находится множество маленьких городков, которые пронесли через века свою самобытность – колониальную архитектуру, построенную испанскими колонизаторами тех времен. До 15 века Тенерифы населяли местные племена Гуанчи. И самое удивительное, что несмотря на близость к Африке, жители этих племен были русоволосые, голубоглазые, со светлой кожей и при этом высокорослые и хорошо сложены физически. Это является загадкой, откуда и как попали люди с такой внешностью на этот остров, ведь Гуанчи абсолютно не пользовались лодками или чем-то подобным. Гуанчи отказались подчиниться испанским колонизатором и, к сожалению, были фактически истреблены. Дорогой друг, а я уже сейчас попрошу тебя поставить лайк под этим видео и обязательно подписаться на мой новый YouTube-канал. Именно здесь я буду выкладывать свои самые интересные, самые популярные и самые нужные видео. Я перейду к самому главному городу севера Тенерифы. Пуэрто де ла Круз. Прогуливаясь по центру города, можно любоваться типичной колониальной архитектурой и историческими домами с деревянными балконами. Я рекомендую обязательно побывать на площади Плаца дель Чарко, которая утопает в зелени раскидистых деревьев и является оазисом в центре города. Пальмы и лавры на этой площади были привезены на Тенерифе еще в 19 столетии с острова Куба. Рядом с этой площадью находится маленький каменистый пляж Плая де Муэлле. Итак, ребятушки, я в моем любимом городке на Тенерифе, Пуэрто де ла Круз. И должен сказать, что это сердце туристического севера острова Тенерифе. Почему сердце? Потому что здесь достаточно много туристической инфраструктуры, здесь много отелей, здесь немножко по бокам, но есть маломальские какие-то пляжи, здесь есть инфраструктура для туристов, магазинчики, кафешки, ресторанчики, какие-то заведения, куда вы можете сходить. Вот что мне особенно нравится по сравнению с севером, здесь есть атмосфера аутентичная, интересная, она передается через архитектуру. Посмотрите, вокруг меня старинное здание в колониальном стиле, с деревянными балконами, с церквями, с вулканического камня. И самое еще интересно, здесь очень много зелени разнообразной, тропической, от пальм до всякой неизвестной флоры, которая меня очень впечатляет и радует глаз. Здесь, конечно, более прохладно, чем на юге, особенно когда натягиваются облака, температура на 2-3 градуса может быть ниже, чем на севере, меньше солнца, иногда крапает дождь. Но благодаря этому растительность здесь обалденно красивая, зеленая, разнообразная. И меня лично это очень радует. Поэтому мой выбор север, но это мое субъективное решение. А что любите на Тенерифе вы напишите в комментариях под этим видео. Море вокруг Пуэрто де ла Круз часто бывает неспокойным. К тому же основные пляжи расположены на некотором удалении от центра города. Поэтому хорошей альтернативой для купания будет комплекс открытых бассейнов Лага Мартианес. Здесь бассейны на любой вкус, с теплой водой, холодные, большие и маленькие, мелкие, детские и глубокие для солидных высоких людей. Примерно половину территории занимает большой бассейн с островами из вулканической лавы. В центре большой остров с рестораном и казино. Цены на билеты, бары, рестораны, аквапарка вполне разумные. Вдоль всей территории Лага Мартианес тянется красивый широкий бульвар Авенида де Колонн с большим количеством кафе, ресторанов и магазинов. Одно из любимых мест для прогулок местных жителей и туристов. Кстати, спроектировал бассейны Лага Мартианес знаменитый на канарских островах Сезар Манрике. О его шедеврах я расскажу в своем следующем видео про один из канарских островов Лансароте, уроженцем которого является Сезар Манрике. Кстати, на острове Лансарокте он создал очень много уникальных объектов, о которых я тоже буду рассказывать в своем новом видео. Поэтому настоятельно рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Если вы предпочитаете все-таки купаться в океане, то геоточки на пляже Пуэрто-де-Ла-Крус в описании к этому видео. Один из них расположен в западной части города, недалеко от знаменитого Лора-парка, и называется Плая-дель-Кастильо. Это типичный для Тенерифы пляс с черным песком, вдоль которого организован прекрасный променад с множеством тропических растений, по которому очень приятно прогуливаться, заниматься йогой в тени деревьев или просто любоваться океаном в многочисленных кафе, неспешно попивая свой любимый напиток. Также в Пуэрто-де-Ла-Крус есть пляж Плая-де-Мартианес, который находится как раз за бассейнами Лаго-Мартианес, но из-за того, что он очень каменистый, не совсем подходит для купания. А вот если вы любитель серфинга, то вам именно вот сюда. В Пуэрто-де-Ла-Крус очень много парков с обилием тропической зелени, но отдельное внимание заслуживает ботанический сад. Вход сюда платный, но всего около 3 евро. Я говорил, что мне север нравится больше, хотя вот я недавно снимал Плая-де-Лас-Америкас, мне этот городок тоже безумно понравился, но вот там нет то, что здесь есть на севере. Это тропическая растительность. А концентрация тропической растительности на севере в ботаническом саду Пуэрто-де-Ла-Крус. На мой взгляд, рай, где жили Адам и Ева, был наверняка очень похож на это место. Зелень, приятная атмосфера, приятные запахи, птички, цветы, растительность. В общем, пойдемте, я буду вам это показывать. Ботанический сад поражает посетителям разнообразием именно экзотических тропических растений. Территория ботанического сада Тенерифе довольно небольшая, около 2,5 квадратных километров. Осмотреть всю коллекцию разнообразных тропических растений можно за 1,5-2 часа. За год ботанический сад на Тенерифе посещает около 400 тысяч человек. Гордость ботанического сада Тенерифе – огромное каучковое дерево. С его ветвей спускаются вегетативные корни, благодаря чему ширина составляет много квадратных метров. Возраст этого дерева составляет более 200 лет. Оно было доставлено на Тенерифе из Бразилии. Наверняка многие из вас смотрели фильм про аватар. Там было такое большое-большое дерево, в стволе которого жили народ Нари. И вот это дерево очень напоминает мне этот аватар. Посмотрите, какой разветвленный ствол, какие корни и какая огромная крона. И очень важная вещь, здесь в парке есть QR-коды. Вы сканируете их и можете подключиться, перейти на сайт и прослушать информацию о каких-то растениях, как аудиогид. Это доступно на английском, испанском и французском, немецком языках. Говоря про Пуэрто-де-Ла-Крус, нельзя не упомянуть расположенный здесь Лоро-Парк. Лоро-Парк – это крупнейшая в мире коллекция попугаев. Домом для нескольких десятков пингвинов, аквариум с акулами, зоологический сад, разное развлекательное шоу дельфинов, морских котиков и даже косаток. На неторопливый осмотр парка и посещение всех представлений понадобится целый день. Поскольку я бывал в этом парке уже дважды, а время на Тенерифе в этой поездке было ограничено, в этот раз я его не посетил. Но вам обязательно рекомендую здесь побывать, если будете на Тенерифе. Субтитры создавал DimaTorzok Но не одним Пуэрто-де-Ла-Крус знаменит север Тенерифе. Здесь также находится множество небольших, но интересных городков. И первым на моем пути был городок Икот-де-Лос-Винус. Икот-де-Лос-Винус – типичный старинный канарский городок, возникший в 16 веке. Благодаря испанцам с традиционной архитектурой, довольно внушительными особняками, несколькими церквями и, конечно же, деревянными балконами. Хочу поделиться своими ощущениями от городка Икот-де-Лос-Винус. Прежде всего, мне нравится здесь атмосфера этого города. Она, во-первых, тихая, спокойная, уютная. Здесь не так много туристов. Здесь есть свой колониальный такой шарм. Это сказывается на архитектуре, на деревянных ставнях, на деревянных балкончиках. Здесь очень много зелени. Вокруг растут плантации бананов, поют птички. И самое главное, для чего сюда все-таки приезжают туристы? Для того, чтобы посмотреть на драконье дерево. Пойдемте, его вам покажу. На самом деле, никто точно не знает, сколько лет этому дереву. Но что больше тысячи – это факт. Драконовое дерево – один из достаточно распространенных видов драцены. Растет в одноименном парке, недалеко от церкви Святого Марка. Высота его уже насчитывает 20 с лишним метров, а диаметр ствола – около десятка. В общем и целом, нельзя сказать, что дерево производит такое уж ошеломляющее впечатление. Тем не менее, в 2011 году ЮНЕСКО внесла его в список всемирного наследия. Город Икот-де-Лас-Винус получил свое название не просто так. Он расположен среди холмистых склонов, на которых растут виноградники. И именно вино дало городу имя и и отражено на его гербе. Гора Чика – это небольшой канарский городок с узкими улочками, размеренной жизнью и небольшим портом местного значения. Сюда приезжают туристы насладиться тишиной, попробовать местную кухню, свежие морепродукты или полюбоваться пейзажами. Это одно из тех мест, где можно ощутить национальный колорит и полюбоваться на местную архитектуру. Многие дома украшены знаменитыми канарскими балконами, которые делаются из канарской сосны с давних времен и являются важным элементом культуры архипелага. И если вы ищете не только пляж, а хотите почувствовать атмосферу, то обязательно побывайте здесь. Еще один городок, который будет совсем не похож на южные курорты Тенерифе – город Чика. Сейчас я в нем нахожусь и, конечно же, в первую очередь бросается в глаза именно такая колониальная атмосфера. Домики невысокие в таком колониальном, опять же, стиле. Есть церквушки, есть, как обычно в Испании, центральная площадь, множество узеньких улочек, мощенных камнем, в которых очень много ресторанчиков. А еще в город Чика есть лавовые бассейны, которые тоже вам постараюсь показать. Любуемся! У город Чика очень интересная история. Когда-то город был богатейшим на острове благодаря порту, приносящему основной поток товароборота и огромный доход. Ведь именно отсюда экспортировалось знаменитое вино Мальвазия. Но в 17 веке для город Чика началась черная полоса из множества природных катаклизм и эпидемий. На рассвете 5 мая 1706 года началось извержение вулкана Требьехо. Благодаря медленно текущей лаве и слаженным действиям местных властей всех жителей удалось эвакуировать. Но сам город вместе с портом был погребен под толстым слоем лавы, которая остановила свое продвижение только лишь встретившись с Атлантическим океаном. После стихийного бедствия уцелело всего несколько строений. В последующем город отстраивался практически с нуля. После извержения местные торговцы надеялись на восстановление порта и возвращение статуса главных морских ворот Тенерифе. Но этого не случилось. Городок восстановили прямо на вулканической подушке, оставшейся после извержения. Но вот прежним портом он же никогда не стал. Торговцы не могли ждать и переместились в ближайший Пуэрто-де-Ла-Крус, что послужило толчком к развитию уже этого городка. На память о потоках лавы, которые встретились с океаном, остались природные бассейны, которые пользуются огромной популярностью. Рядом с природными бассейнами находятся также рукотворные бассейны, и там, и там вы можете купаться в Горочиках. На улице Горочика множество маленьких ресторанчиков, где можно отведать блюда канарской кухни. И в одно из таких заведений мы как раз зашли. Это кафе находилось в старинном канарском доме с внутренним двориком и раритетной мебелью в интерьере. Здесь также можно арендовать комнату или остановиться на ночь. Ребят, я в своих видео не часто говорю про еду, но на Тенерифе и на Канарских островах решил вам рассказывать и про еду. И самое интересное, что здесь есть о чем рассказать. И первое канарское блюдо, о котором я хочу вам рассказать, это картофель, вареный в морской воде. Поэтому он такой вот с налетом. Он кушается прямо с кожурой, и перед тем, как он кушается, он макается в соусы. И для этого картофеля есть два соуса. Они называются мохо, мохо верде, зеленый, и мохо рохо, красный. Вот это национальное канарское блюдо. Но прежде чем попробовать картошечку, я вам расскажу еще о национальном напитке. Ну, скажем, напитке, который очень популярен на канарских правах. Это кофе, только называется оно барракиту. В чем его особенность? Он такой многослойный. Первый слой наливают сгущенное молоко, потом наливают ликерчик, потом идет кофе, потом пенка молочная. Все это посыпают корицей и украшают лимончиком. Называется барракиту. Еще один город, в который я рекомендовал бы вам заехать, это город, находящийся в одноименной долине и называется Ла Оратава. Атмосфера этого города просто зашкаливает. Множество старинных, но при этом хорошо выглядящих зданий, мощенные камнем улицы и обилие зелени – все это Ла Оратава. Долина Ла Оратава со времен Гуанчи была самой плодородной на Тенерифе. Это всегда способствовало развитию и процветанию города. Полный восторг. Городок Ла Оратава. Мы сюда думали, даже не успеем заехать, приехали очень поздно, поэтому кадры темные, но городок я очень рекомендую. Аккуратный, чистый, очень много колониального стиля, вымощенные улочки, много зелени, церквушки. И сейчас мы находимся в парке Виктории. Тропическая растительность, фонтанчики, птички. То есть лучше сюда приехать, это своими глазами увидеть, чем от меня услышать. Я многих удивлю, но одна из самых важных культур, выращиваемых на Канарских островах – это бананы. 30% налогов от сельского хозяйства острова Тенерифе приходится на бананы. Самые большие банановые плантации разбиты как раз в долине Оратава. Они составляют примерно треть от площади всех канарских плантаций. Выбор места был сделан не случайно. На Канарах высота плантаций не должна превышать 350-400 метров над уровнем моря. И плодородная земля долины Оратава в сочетании с влажным климатом и правильной высотой идеально подошли для этих целей. Играет музыка. Чтобы у вас сложилось представление о пляжах с севера Тенерифе, покажу вам один секретный пляж. Почему секретный? Потому что до него не так легко добраться, и он спрятан от людских глаз, несмотря на то, что находится недалеко от крупного Пуэрто-де-Ла-Крус. Называется пляж Болюльо. Вокруг пляжа Болюльо совсем нет отелей, что гарантирует отсутствие шумной толпы и навязчивых торговцев. Вода на пляже Эль Болюльо кристально чистая, а песок мягкий, мелкий и черного цвета. К сожалению, скупнуться из-за высоких волн нам не удалось. Но, к счастью, именно эти волны подарили столь запоминающееся зрелище, которое я снял для вас с помощью дрона. Давайте полюбуемся вместе! Ребята, если вы немножко знаете про Тенерифы или бывали здесь, то наверняка в этом видео вы ждете вот как раз эти моменты, потому что я приехал на юг Тенерифы, район Плая де Лас Америкас, Голден Майл или по-русски Золотая Миля. И это значит, что я сейчас буду вам показывать как раз-таки красоту самых туристических мест, куда едут большинство туристов. Район Плая де Лас Америкас, соседний Лос Кристианос и Коста Адехи. Сердце туристического юга. Пойдем! Субтитры сделал DimaTorzok Лас Америкас вместе с Лос Кристианосом и Коста Адехи самые популярные туристические курорты острова Тенерифа. Сам городок Плая де Лас Америкас расположен на юге острова, и здесь предусмотрено все для развлечений отдыхающих. Торговые центры, парки аттракционов, кафе, рестораны, дискотеки. Когда-то давно отсюда начинался один из морских путей в Америку, поэтому городок получил соответствующее название. Однако, глядя на Лас Америкас сегодня, название скорее можно связать с современной американской культурой. Очень уж все шикарно и с размахом. Здесь тебе и хард-рок кафе, театр, больше похожий на казино в Лас-Вегасе, торговые центры, сверкающие роликсами с витрин, поля для гольфа и тенниса. Даже на улицах слышна больше английская речь. Словом, испанского колорита нет совсем. Город был основан практически на пустом месте в 70-х годах, когда начал бурно развиваться туризм на Тенерифе. Лас Америкас был построен в основном как коммерческий проект. И это явно чувствуется. Место выбрано удачно, ведь в этой части острова всегда светит солнце и идет своим чередом беззаботная курортная жизнь. В то время как на сейере и в горах хмурятся тучи, прогоняя туристов с пляжей. Расскажу для вас полезную информацию про пляжи этого региона. Кстати, все они здесь рукотворные, с насыпным песком и волнорезами. Важно знать, из всего побережья Плая де лас Америкас купаться можно на пляжах Плая дель Комиссон, Плая де лас Вистос и Плая де Троя. Все они песчаные и без больших волн. А вот пляж с одноименным названием Плая де лас Америкас наоборот каменистый и с большими волнами, что делает его любимым местом для серферов. Для вашего удобства все геоточки на эти пляжи в описании к видео. Это поможет вам не промахнуться с расположением, когда будете выбирать себе отель на Тенерифе. Но на мой взгляд, самый красивый пляж находится в соседнем городке Коста Адехи и называется Плая де льдуки. Сам регион Адехи находится к северу от Плая де лас Америкас и считается более семейным и спокойным, но в то же время более дорогим регионом юга Тенерифе. Именно здесь находятся одни из самых дорогих отелей с ухоженными территориями и качественными сервисами. Помимо пляжа Дель Дуки в Коста Адехи можно выделить очень большой пляж со спокойным морем и развитой инфраструктурой. Называется Плая Фанабе. Рядом с курортной зоной Плая де лас Америкас находится также аэропорт Тенерифе Южный, который принимает почти все международные рейсы. Это позволяет очень быстро добраться до своего отеля. Когда вы позагорали на всех пляжах Тенерифе, даже на секретных, вам наверняка захочется чего-то новенького. И здесь самое время рассказать и показать лучший аквапарк Европы Сиам Парк, который как раз находится около Коста Адехи. Из Коста Адехи и Плая де лас Америкас сюда ходят бесплатные автобусы, расписания и маршруты которых есть на сайте аквапарка. Хоть я и сам не являюсь любителем аквапарков, но обещания сыну нужно выполнять. А вместе с тем у вас теперь есть прекрасная возможность полюбоваться этим действительно бесподобным местом. Ну что, ребят, я на Тенерифе добрался до Сиам Парка. Я небольшой любитель аквапарков, даже скорее я их не люблю, но ради сына я сюда пришел и заодно попытаюсь передать вам здешнюю атмосферу. Аквапарк действительно красивый, он весь зеленый. Он не зря называется Сиам, потому что здесь воссоздают атмосферу Таиланда, тропическая растительность, большое разнообразие горок, есть пляж с искусственной волной, много футбортов. И вообще классное, красивое место, особенно для тех, кто любит гости. Погнали! Предприимчивые потомки основателя Лора Парка в 2008 году решили построить что-то принципиально новое в области развлечений на Тенерифе. Они объехали весь мир в поисках вдохновения, посетили более 50 аквапарков и в итоге создали собственный уникальный проект, масштабный и эффектный. Сиам парк сразу прославился и стал магнитом для туристов на Тенерифе. Инженеры потрудились на славу, построив поистине впечатляющие аттракционы. А красоте парка вы можете судить из моего видео. Вся красота, к слову, обошлась аж в 52 миллиона евро. Тайская тематика присутствует здесь повсюду. Остроконечные крыши, драконы, пальмы, экзотические божества, вылепленные из цемента, будто наблюдают за веселящимися туристами. Не подумайте, что это банальная завлекаловка для туристов. Позволение на использование стилистики древнего Сиама владельцы получили у самого короля Таиланда, а его дочь присутствовала на открытии аквапарка. Автор, специально приглашенный архитектор из Бангкока, стремился отразить колорит восточной страны и создал самый большой комплекс строений в тайском стиле за пределами Таиланда. Сиам парк – это не только аквапарк с множеством горок. Здесь есть все, что необходимо для комфортного отдыха. Лежаки в тени экзотических деревьев, разнообразные рестораны, бассейны с водой, прогретой до 25 градусов и даже собственный песчаный пляж. И даже не один. На входе гостей встречают морские львы, переселившиеся сюда из Лора парка. Рядом с ними находится чайный домик и плавучий рынок на водах искусственной реки Май-Тай. Он же является самым спокойным аттракционом Сиама. Туристы здесь не спеша проплывают на одноместных или двухместных ватрушках, любуясь тропической растительностью вокруг. За рекой высится то, ради чего сюда приезжают миллионы, туристов каждый год. Гора Тауэр оф Пауэр. В народе называемая Камикадзе. Это самая экстремальная горка, спуск которой происходит с высоты 30 метров по почти отвесному склону. Внизу перед приземлением в бассейн вы пролетаете на огромной скорости через стеклянную трубу, проложенную в бассейне с рыбками. Среди рыбок в этом бассейне водятся также акулы. Ну, конечно, чтобы там что-то разглядеть, пролетая через туннель за миллисекунды, надо скатиться с горы несколько раз. Но подъем пешком на высоту девятиэтажного дома отбивают охоту у многих. Рядом находится символ Сиам-парка аттракцион «Дракон». Самая большая статуя дракона в мире. Оскалившийся зверь подарит вам массу впечатлений, если вы прокатитесь по его горке. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почти половину Сиам-парка занимает огромный бассейн с волнами высотой до 3 метров. Этот бассейн – мировой рекордсмен по высоте волны и зовется дворцом волн. Конечно, такие волны есть в океане фактически в любой день и бесплатно. Но океан никто не подогревает до плюс 25 градусов. Таких температур в Атлантике просто не бывает. Есть и второй бассейн, поменьше, без волн, зато с искусственным пляжем, который обожают маленькие дети. Сиам Бич позволяет ненадолго перенестись прямиком на лучшие пляжи Таиланда. Цвет воды, белый песочек и тропическая растительность действительно окунают вас в атмосферу этой азиатской страны. В Сиампарке есть детский водный парк Lost City. По сути, это детская площадка, стоящая в мелком бассейне с множеством маленьких водных горок, а также различными развлечениями для детей помладше. Однако адракцион с кубом воды, падающим вам на голову, привлекает сюда и взрослых туристов. Также на территории аквапарка есть уютные и спокойные места, где вы можете просто отдохнуть на шезлонге в тени деревьев. Самый малолюдный день в аквапарке, как ни странно, воскресенье. В остальные дни и особенно в сезон очень много времени можно провести в очередях. Поэтому, если вы можете позволить себе, то я рекомендую покупать билет Fast Track, что позволит больше кататься и меньше стоять в очередях. Следует отметить, что приобретая одновременно билет на вход в Лора парк и в Сиампарк, вы немного сэкономите на каждом из парков. Такой билет называется Твин Тикет. Вместо резюме могу сказать следующее. Я очень часто говорю своим клиентам, кто не катается на горных лыжах, хоть раз ездить в горы, просто полюбоваться пейзажами гор, под снегом и захватывающими видами вокруг. Так и здесь, в Сиампарке, даже если вы не любите горки, здесь есть чем заняться, начиная от песчаных пляжей и заканчивая атмосферой тайских построек посреди тропической растительности. Санта-Круз де Тенерифе совершенно напрасно игнорируют туристы. И я также выделил на этот город мало времени, и поэтому мне его совсем не хватило. А ведь Санта-Круз де Тенерифе является столицей Тенерифе и иногда Канарских островов. Это как, спросите вы? Объясняю. Канарцы ни один век не могут решить вопрос столицы Архипелага. Спор ведется между Гран-Канарией и Тенерифе, двумя крупнейшими островами Архипелага. В итоге спора два города являются столицами своих островов, а столица всего Архипелага переносится каждые два года из одного в другой. Кстати, столицей острова Тенерифе изначально был город Горачико. Почему это теперь не так, вы наверняка поняли из моего видео. Если нет, то отмотайте назад. Я назову вам несколько причин для того, чтобы побывать в этом городе и задержаться на подольше. Итак, первое. Санта-Круз де Тенерифе, в отличие от туристических городов Плая де Лас Америкас и Пуэрто де Ла Круз, вполне себе комфортный и аккуратный город с современной застройкой. Здесь множество прогулочных улиц, уютных площадей, зеленая набережная вдоль прибережной линии. Именно в Санта-Круз де Тенерифе часто заходят круизные лайнеры. Как следствие, здесь множество уютных ресторанов, кофеен и вообще отлично развитая инфраструктура. Вторая причина. Несмотря на то, что на юге есть свой Сиам-молл, а на севере торговый центр Ла Вилла, самый лучший шопинг как раз в Санта-Круз де Тенерифе. В первую очередь я бы выделил Эль-Корто-Инглис и Меридиано, так как эти торговые центры ориентированы прежде всего на местных жителей, а не на туристов. В Санта-Круз де Тенерифе несколько красивых парков, а также есть чудесный ботанический сад Пальметум. И этот ботанический сад состоит только из пальм. Недостаток городских пляжей компенсируется общественными бассейнами, один из которых также спроектировал Сезар Манрике. Да-да, это тот же человек, о котором я уже рассказывал в этом видео. Если же вам нужен именно пляж, то в 10 километрах от города находится, пожалуй, самый красивый пляж Тенерифе – Тереситас. Песок сюда привезен прямо из Сахары, поэтому этот пляж так сильно отличается от других пляжей острова Тенерифе. Хочу показать вам, пожалуй, самый лучший в классическом понимании пляж на Тенерифе. Он называется пляж Тереситас, находится в пяти километрах от столицы Санта-Круз де Тенерифе. И у него особенность то, что он полностью песчаный. Здесь такой желтенький песочек, привезенный вот оттуда, с Сахары. Какие плюсики? Здесь очень хорошая инфраструктура, здесь есть большая парковка, здесь есть шезлонги, можно взять на прокат, здесь есть переодевалки, душевые, здесь есть кафешки, здесь мелкое море и очень много детей, и с детьми здесь тоже очень хорошо. Но есть два минуса у этого пляжа. Минус первый. Здесь частенько пасмурно. Вот даже сейчас небо, в принципе, затянуто, но если вы не любитель больших черных загаров, то это будет хорошо, потому что даже через такие облака вы тоже загораете. И второй момент, как говорят, ну и в принципе я вот сейчас испытал, здесь немножко прохладная вода. Ну, как прохладная? Может быть, на один градус отличается, нежели от температуры воды на других пляжах Тенерифе. Вот посмотрите, здесь парковка, красивые пальмочки. И давайте покажу, здесь растет такое дерево, вот с такими плодами. Кто знает, что это такое? Напоминает виноград, но при этом растет на дереве. В городе несколько действительно интересных и современных музеев, как для взрослых, так и детей. Самыми интересными из них будут музей природы и человека и музей науки и космоса. Также в Санта-Круз-де-Тенерифе привлекает внимание своим внешним видом аудиторио де Тенерифе. Это концертный зал впечатляет не только своим дизайном, но одной из лучших акустик в мире. Именно поэтому здесь проходят много представлений на любой вкус. Опера, симфонические концерты испанских и мировых музыкантов, потрясающие цирковые представления, яркие мюзиклы на испанском и английских языках, а также концерты поп-звезд. Я назвал уже несколько причин побывать в столице острова, а на одной из причин я остановлюсь более подробно. Друзья, если вы уже видели видео на моем канале, немножко знакомы со мной, вы наверняка знаете, что в других странах я люблю, скажем так, сливаться с местными. Ну, то есть жить такой жизнью, которой живут местные люди. То есть снять квартиру, снять машину, ходить, покупать продукты на местных рынках, в магазины ходить, которые ходят местные. И вот сейчас мы приехали на самый главный, самый важный рынок на Тенерифе. Он находится в столице Санта-Крус до Тенерифе. Рынок называется Сеньора Африка, что-то такое, но на гугл-картах вы всегда сможете найти или в ссылочке под видео также будет ссылка на это место. Большой, колоритный рынок, интересный. Он выполнен в таком... архитектура старинная, очень много прилавков и продается, ну, просто огромное разнообразие всяких продуктов и вещей. Мясо, морепродукты, рыба, большое разнообразие разных фруктов, тропических, нетропических. Продается бижутерия, продаются сыры, продаются какие-то вещи, вина, травы, аптеки. Я могу еще долго загибать пальцы, но лучше сюда приехать и посмотреть своими глазами, а я немножечко покажу, какая здесь интересная атмосфера. Здесь в основном местные. И пойдемте на местный рыночный шопинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Малышная субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 Ребят, я приехал в очень интересное, очень инстаграммное место. Представьте, вот эта вот скала, вырубленная посреди горной породы. Проложен асфальтик, а сверху нависают деревья, образуя как такую крышу. И образуется такой своеобразный вот такой вот туннель. Это место называется Камино де Вьехо Пико де Инглес. Запутал, ничего страшного, ссылка на геолокацию этого места в описании. Сейчас я буду делать красивые фотки в этом месте, сюда именно за этим и приезжают. Приезжайте вы сюда и подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка тоже в описании под видео. Ссылочка тоже в описании под видео. Я говорил, что в национальном парке Анага очень много смотровых площадок и одна лучше другой. Мы сейчас на одну из них выехали. Еще здесь очень интересно петляют дороги. Такие виды открываются. То есть вот рука человека на хребте горы проложила дорогу. Я вам сейчас это покажу с дрона. Так интересно ездят машины. То есть зрелище незабываемое. И незабываемое зрелище вокруг. То есть площадка, опять же, почти 360 градусов вокруг горы. Мы спустились немножко к северному побережью. И здесь виден уже океан. Волны разбиваются о скалы. Гора зеленая. То есть я, опять же, не нахожу прилагательных, чтобы выразить свой восторг, который я испытываю, находясь здесь. Обязательно поездите по Анаге. Возьмите машину или с кем-то поездите. Получите это удовольствие, которое сейчас испытываю я. Продолжение следует... Я нахожусь в национальном парке Анага. А в национальном парке Анага есть деревушка, которая называется Таганага. И вот сейчас я как раз в ней нахожусь. Очень необычная деревушка. Мне сложно описать это словами. Я вам просто сейчас покажу пролеты на дроне и немножко видео с этого места. Очень необычно, очень интересно. Очень сильный, мощный океан здесь. Просто это нужно видеть. Полетели. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но сегодня такие волны, за ними интересно наблюдать, смотреть на них, восторгаться силой, природой, мощью, но, к сожалению, не купаться. Мы думали, что, может быть, тут искупнемся, увы. Но я вам покажу силу природы. Сейчас я пролечу с дрона над скалами, которые разбиваются волны, разлетаются в брызги. В общем, под красивую музыку. Погнали! Музыка 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 Среди каменистых скал затерялись на острове Тенерифе ущелье и деревня Маска. Как гласят легенды, именно в этих местах прятали свои сокровища пираты. По горному серпантину до затерявшейся в горах крохотной деревушки Маска с населением всего лишь около 120 человек, ведет самая крутая и узкая во многих местах дорога, где с трудом маневрируют и едва могут разъехаться два автомобиля. Между прочим, дорога к ней была открыта только во второй половине прошлого столетия. До этого к деревне вели всего лишь узкие тропы, и место было изолировано от цивилизации. Ребята, одно из самых популярных мест на Тенерифе это ущелье Маска. И я сюда приехал, чтобы вам его показать, ну и как всегда для того, чтобы вас замотивировать добраться сюда самостоятельно. Маска это деревня, и она находится на таком хребте. Почему ущелье? Вот там к морю, точнее к океану спускается пешая тропа прямо вот к воде. И даже есть такие экскурсионные туры, они организованы самостоятельно, вы такое не сделаете. То есть вас сюда привозят на автобусе, вы спускаетесь по ущелью вниз, а там уже вас встречает кораблик, потому что с берега оттуда нету пешего или там движения машин, то есть оттуда можно уплыть только на корабле. Возможно в агентствах есть такая экскурсия, я не уточнял, будете на Тенерифе узнавайте. А пока я вам покажу просто красивую, колоритную, окруженную как короной вокруг деревушку Маска. Пойдемте. Зачем приезжать в Маску? Отвечаю. Во-первых, за необычной, разнообразной, красивой природой. Что я под этим подразумеваю? Посмотрите, как в чаше, какие интересные, величественные горы, покрытые зеленым кустарником. Кое-где вот в этом месте повтыкваны пальмы. То есть они здесь естественно растут и встречаются в абсолютно разных местах. Также здесь деревушка, она расположена на верхушках холмов. И она передает вот этот канарский, даже не колониальный, а скорее такой древнеканарский стиль. То есть здесь живут люди, выращивают фрукты, овощи. Здесь есть несколько кафешек. Есть небольшая такая вымощенная камушком дорожка. И вот посмотрите, за мной сейчас вот деревушка. Домики раскиданы на холмах. То есть атмосфера очень необычная. То есть виды, которые вы вряд ли где-то увидите. Поэтому вот за этим именно стоит сюда приехать. И именно за этим сюда приезжают, я не побоюсь этого слова, толпы туристов. По такому очень сильному серпантинту ездят даже автобусы. Вот так вот. Ребят, по поводу, добавлю по поводу маски, если вы едете сюда сами, у вас должен быть хороший навык вождения по серпантину. Дорога обалденно хорошая, ровное, качественное покрытие, отбойники бетонные. То есть как бы все очень безопасно. Но дорожки узенькие. Здесь иногда ездят автобусы, маленькие машины. То есть нужно иметь определенным опытом вождения. И для пассажиров, которые склонны к укачиванию, обязательно берите таблетки от укачивания. Потому что будет просто укачивать вот так вот. Полный серпантин. Но виды, которые открываются даже едя по этой дороге, обалденные. И даже по пути к маске очень много смотровых площадок. Поэтому тоже останавливайтесь. Есть... Вот сейчас камеру повернуть. Посмотрите. Вот мы разъезжаемся с микроавтобусиком. Вот. Вот в 10 сантиметрах от зеркала он проехал. А представьте, здесь ездит еще большой автобус. Вот так вот. Но сюда обязательно стоит приехать, кто любит вот такой вот горной массы с нависающей скалой. То есть это очень сильно впечатляет. А теперь попробуйте представить себе дерево, растущее из камня. На Тенерифе такое возможно увидеть. Именно канарские сосны могут укореняться на вулканической лаве. И при этом прекрасно себя чувствовать. Такие сосны произрастают только на канарских островах. Вырубка давно запрещена и карается большими денежными штрафами или даже тюремным сроком. У канарской сосны очень длинные иголки до 30 сантиметров. И на этих иголках конденсируется влага из облаков. Затем деревья отдают влагу через корневую систему и увлажняют почву для себя и других растений. Но дело не только в увлажнении почвы. Сколько в том, что вода скапливается в почве, по подземным каналам поступает в естественные и искусственно созданные резервуары. Вот таким образом канарские сосны создают единственный, ну кроме дождей, источник пресной воды на острове. Канарские сосны обладают удивительной способностью восстанавливаться после пожара. Когда сгорает кора, ствол при этом остается невредимым. Древесина активно используется в строительстве. Она почти не подвержена гниению, горению, очень прочно и долговечно. Я уже неоднократно в этом видео обращал ваше внимание на резные балконы. Все они сделаны именно из канарской сосны. Субтитры создавал DimaTorzok Национальный парк Тейдэ. Это, пожалуй, самое значимое и популярное место на Канарских островах. Рассказ о нем в моем видео будет той самой вишенкой на торте. И согласитесь, если представить Тенерифе как большой-большой торт, то его вишенкой будет как раз вулкан Тейдэ, который является самой высокой точкой не только Тенерифе, но и всей Испании. Национальный парк Тейдэ в 2007 году также был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в категории «Природное наследие». Цифры говорят о том, что это самый посещаемый национальный парк в Испании и также в Европе. Ежегодно сюда приезжают 3 миллиона туристов. Геологические исследования острова Тенерифе показывают, что самые первые извержения Тейдэ начались около 50 миллионов лет назад. В то время еще не существовало Канарских островов. Это был всего лишь разлом африканской тектонической плиты на дне Атлантического океана. Именно оттуда начал восхождение современный остров Тенерифе, во главе которого стоит вулкан Тейдэ. На Тенерифе находятся два основных вулкана – Тейдэ и Пико-Вьехо. Высота последнего немногим менее Тейдэ и составляет 3134 метра над уровнем моря. Пико-Вьехо в последний раз извергал потоки лавы в 1798 году в западной части острова. Большого ущерба нанесено не было, так как лава Пико-Вьехо имела вязкую основу и двигалась со скоростью всего лишь 5 километров в час. Мне как раз удалось заснять с помощью моего дрона маршрут движения лавы во время этого извержения. Действительно очень интересно наблюдать, как лава выжигала за собой дорогу, как она огибала в возвышенности и как постепенно канарская сосна снова забирает себе некогда принадлежавшие ей территории. Последнее извержение Тейдэ было в 1909 году и с тех пор вулкан дремлет. Необходимо также отметить, что в 2003 году, то есть совсем недавно, была также замечена активность вулкана Тейдэ. Во время извержения он выплевывал из огненного жерла клубы вонючего дыма и смертоносную лаву, которая при остывании превращалась в вулканический туф. Вокруг вулкана можно наблюдать целые поля застывшей лавы, среди которой канарцы проложили отличные дороги и обустроили множество смотровых площадок. Я очень рекомендую передвигаться по территории парка на машине. Здесь вас ожидают великолепные виды, от созерцания пейзажей, их разнообразия и ощущение того, что ты находишься на другой планете, просто захватывает дух. Посетив национальный парк Тейдэ, вы можете прокатиться на канатной дороге, почти на самую вершину вулкана Тейдэ. Но сразу предупреждаю, если вы хотите проехаться на фуникулёре, то должны не позднее, чем за месяц записаться и оплатить подъём на официальном сайте. Иначе из-за большого количества желающих вы туда просто не попадёте. Самое главное туристическое место в национальном парке Тейдэ это вот эта обзорная площадка около вот этих пальчиков. Я не помню, я напишу здесь, как они называются, дам, конечно, геолокацию на это место. В народе это называют «палец бога». И вот я немножко сейчас почитал информацию, что вот это вот, когда извергался вулкан, вот эта часть поднялась со дна океана. Соответственно, миллионы лет эрозии воды и ветров, вот это всё вымывалось. И вот эта штучка у основания тоньше, её основание более хрупкое, нежели верхушка. И она разрушается быстрее. А это значит, что она когда-нибудь дорухнет под собственным весом. Поэтому пока не рухнула, давайте все сюда. В национальном парке Эль-Тейдэ, так же, как и в парке Анага, существует огромное количество пеших маршрутов разного уровня сложности. Именно гуляя по ним, вы в полной мере сможете проникнуть с атмосферой и насладиться парком. В национальном парке Эль-Тейдэ находится Институт астрофизики Канарских островов. В него можно попасть в составе экскурсий. Эта обсерватория построена была именно на Тенерифе, так как именно здесь просто идеальное небо для наблюдения за звёздами. Ребят, вот это место, оно так же находится в национальном парке Эль-Тейдэ. Оно знаменито тем, что вот здесь разноцветный песок. Он рыжий, он зелёный, он серый. Это очень хорошо видно с дрона, я вам сейчас покажу. Пейзажи действительно неземные, какие-то такие вот, наверное, не совсем марсианские, потому что не всё жёлтое, но очень необычные пейзажи. Это по пути от вулкана Тейдэ в сторону Санта-Крус. Там, в принципе, немного дорог, я думаю, найдёте это место. Просто на гугл-картах она обозначена, и я его тоже внизу обозначу. Сейчас я полетаю на дроне и покажу вам красоту этого места. Смотровая площадка Minas de San Jose расположилась вдоль дороги, идущей через плато национального парка. Она занимает относительно плоское место, как бы случайно возникшее между цепочками лавовых и скальных образований. От неё в разные стороны разбегаются пешеходные тропинки, пешие маршруты к неповторимым улунным пейзажам острова Тенерифе. Субтитры создавал DimaTorzok